Всем привет! Итак, изготовили шкаф в детскую комнату. Фасадная часть выполнена из МДФ и покрашена с двух сторон. На фасаде сделана фрезеровка. Шкаф открывается от нажатия петли Blue. В правом модуле располагаются полки. Снизу сделана выдвижная корзина для белья. Закрывается все так же от нажатия. И в левом модуле у нас располагается штанга для короткой одежды. Блок с выдвижными ящиками из трех штук, направляющих в Blue Tandem полного выдвижения с доводчиком. И снизу сделана корзина. У нас появился вот здесь кондиционер. Но по просьбе заказчика, значит, фасады хотелось сделать именно от пола до потолка. Соответственно, мы просто разделили данный фасад на антресольный основной. Тем самым, как бы хранение там осталось. Фасад открывается до высоты кондиционера, чтобы было открывание на 90 градусов. Также при открывании данного шкафа у нас срабатывает датчик и загорается светодиодная подсветка. При закрывании шкафа она затухает. Также я во всех своих роликах стараюсь говорить максимально, чтобы вызывали на замер, когда уже есть чистовая, когда у нас висят все светильнички, там плинтуса есть. Потому что вот в избежание таких моментов, ну, бывает сложно все именно просчитать, потому что, то есть, там где-то что-то добавили, про что-то забыли, а там, допустим, вот фасад сейчас там не открылся. То есть, в идеале, когда есть готовое помещение, когда ты приехал, померил, видишь все плинтуса, где могут быть нюансы с открываниями, закрываниями и так далее. И в данной комнате мы еще сделали столешницу. Она выполнена из шпона ореха. В столешнице присутствует сквозная фрезеровка для выхода теплого воздуха наверх. Изначально были приклеены также вот такие гипсовые панели. Для них было оставлено расстояние. Хотели сначала здесь сделать выдвижной ящик, но за счет того, что оставлено было всего лишь 10 сантиметров, если бы мы делали ящик и какую-то тонкую столешницу, там примерно 18-19 миллиметров от ящика, там мало чего осталось. Поэтому решили просто сделать столешку высотой 6 сантиметров. И в целом крепится она снизу на такие закладные бруски. А сама столешка это имитация, за счет того, что вот именно такая толщина по всей плоскости есть. Это просто склеенные детали, имитирующие нашу толщину. Вот такой комплект мебели получился в спальню. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока!